В нашей стране будет создана система гарантий пенсионных накоплений. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». Он подробно ответил на вопрос о том, что в последние дни получило название «пенсионный маневр» и очень активно обсуждается. Это понятно, тема касается беспривлечения каждого, но она, конечно, была не единственной сегодня в Московском центре международной торговли. Репортаж Павла Краснова. Для российской экономики этот форум что-то вроде сматрин иностранных инвесторов. Здесь они, главная аудитория, знакомят с возможностями нашей страны. А чем должно закончиться такое знакомство, очевидно, всем развитием деловых контактов. В материалах, что раздают тут каждому гостю, идея форума выражена довольно образно в виде такого набора для выращивания зелени. Мол, если в почву российской экономики бросить зерна иностранных инвестиций, они не замедлят дать всходы в виде прибыли и экономического роста. Живительной влагой в этом случае должны стать усилия властей по улучшению делового климата и привлечению инвестиций. И не случайно на вопросы гостей отвечают члены правительства. О состоянии экономики рассказывает сам президент. По объему экономика России уже едва ли не крупнейшая в Европе, но ее качество пока оставляет желать лучшего. Наш ВВП на душу населения и уровень потребления сопоставимы с рядом государств Евросоюза. Но, и вот на этом хорошие новости, как в таких случаях говорят, заканчиваются. При этом мы более чем в два раза уступаем развитым экономикам по производительности труда. Такой разрыв между уровнем потребления и эффективностью безусловно опасен. Существование на природной ренте в счет будущих поколений незаработанное благосостояние, делёж этого незаработанного благосостояния, не может быть устойчивым и долгосрочным. Этот путь непозволителен для страны, которая ставит перед собой большие цели. Живёт в условиях открытой экономики, а значит должна конкурировать за инвестиции на глобальных рынках, за технологическое лидерство, обеспечить лучшее качество жизни и условия для самореализации своих граждан. В результате снижаются и темпы роста экономики, правда во многом это связано с глобальной ситуацией. Обстановка во всём мире далека от идеальной, конкуренция со стороны иностранных держав не всегда отличается честностью. Мы сталкиваемся с усилением протекционистских мер в мировой торговле, и мы не можем не видеть этого и не считаться с этим, и на это не реагировать. Ряд стран продолжает субсидировать своих производителей или поддерживать их иным способом, причём фактически во вход норм ВТО. Мы будем учиться отстаивать права национального бизнеса, активно использовать механизмы ВТО, как делают это старожилы этой организации. В этой связи прошу правительства совместно с деловыми объединениями России выработать конкретные подходы и запустить, ещё раз хочу подчеркнуть, разумеется, в рамках действующих норм ВТО процедуры защиты интересов российских производителей на внешних рынках. Чтобы повысить эффективность российской экономики, государству должно предпринять целый ряд шагов. Президент напомнил о сокращении неэффективных расходов бюджета, при этом социальные обязательства будут профинансированы в полном объёме, и решение заморозить тарифы естественных монополий для промышленности. А вот планы властей в отношении пенсионных накоплений пришлось разъяснять подробно. В последние дни правительство обсуждает идею о фактической конфискации индивидуальных пенсионных накоплений следующего года в пользу бюджета. Как, на ваш взгляд, стоят ли эти 244 миллиарда рублей того, чтобы подрывать результаты одной из важнейших реформ? Стоит ли подрывать источник вот этих долгосрочных частных денег, которые так нужны в России? Спасибо. У нас прямо как на съезде КПСС длительные, продолжительные аплодисменты в адрес выступающих. Это хорошо. Это говорит о том, что наши дискуссии находятся на таком нерве, очень важном, востребованном. Правительство обсуждает не конфискацию этих накоплений, боже упаси, нет, они никуда не денутся, как люди накопили, так и будут использовать. Более того, и система накопительная, пенсионная, не закрывается, а как проект. Дело не в этом, а дело в том, что мы должны гарантировать их вложения, гарантировать их сохранность, надёжность и эффективность использования. Вот три очень важных критерия. Я не хочу, чтобы в нашей стране появились вновь обманутые вкладчики, условно говоря. Только на этот раз не в жилые дома, не в квартиры, а в пенсионные фонды. Должна быть сформирована система гарантирования, надёжного гарантирования пенсионных вложений в накопительные частные фонды. Соответствующие частные пенсионные фонды должны будут пройти переаттестацию и включены в эту систему гарантии. И как только через эту систему будут пропускаться пенсионные фонды, они вновь начнут работать и привлекать средства граждан. Вот и всё. У нас 14 миллионов уже в этой программе. К этому нужно подойти очень внимательно. И нельзя допустить, чтобы когда-нибудь люди сказали, а где же вы раньше были, почему они не принимали соответствующих решений, гарантирующих наши вклады. Вот это мы должны сделать. Спасибо вам за ваш вопрос. Он очень важный, потому что я чувствую, что он вызывает много проблем. Хочу как рыночник. Что происходит в последнее время, почему своевременная мера? В последние годы мы видим активную продажу этих фондов конкретным управляющим менеджментом, который действительно рассматривает это прежде всего как возможность получить ликвидность для достаточно рисковых инвестиций. Поэтому вот этот этап, на этом этапе, мне кажется, очень важно переводить инициативу государству, потому что мы вот со своего угла видим, как эти пенсионные фонды, они несколько меняют свою как бы направленность, свою сущность просто-напросто, совершенно как бы другими деньгами становятся, с другой степенью рисковость. А этого, конечно, мне кажется, допускать вот как банкир, как финансист, я считаю, никак нельзя. Вести бизнес в России должно быть выгодно и не обременительно, но в этом направлении пока сделаны лишь первые шаги, признают президенты. Все же объем иностранных инвестиций по сравнению с прошлым годом вырос втрое – 55 миллиардов долларов за шесть месяцев. Доверие инвесторов – материя тонкая и не в последнюю очередь зависит от политической стабильности. Не думаете ли вы, что для резкого или, по крайней мере, сильного повышения доверия инвесторов, в частности иностранных, можно провести быстрые шаги? В России, в частности, амнистировать многих известных заключенных, тех, которых считают политическими заключенными, я имею в виду тех, кого сейчас осуждают по делу 6 мая и других. В России, так же, как в любой демократической стране, все эти процессы должны происходить в рамках действующего законодательства. Вы сказали о тех, кого считают политическими деятелями, но я не знаю, если вы имеете в виду старые дела, то люди, которые сядут по этим старым делам, никогда политикой не занимались и стали сразу политическими деятелями после того, как попали только в места лишения свободы. Я не знаю, не уверен, что нужно всех вечно за это преследовать и над любым человеком, который допустил какие-то нарушения закона, должен вечно висеть над ним дамокулов и меч какого-то возмездия. В соответствии с законом, если человек получил наказание, то и этот всё-таки от этого проходит. Стабильность важна. Власть должна быть сильной, последовательной и справедливой. Вот если это всё будет отражаться и в законах, и в правоприменительной практике, то тогда, я думаю, что инвесторы поймут, что у нас стабильная ситуация, а от стабильности очень много зависит. От этого форума его организаторы не ждут. Мгновенная отдача скорее рассчитывают на отложенный эффект, который будет выражаться в экономических показателях. Убедившись в надежности вложений в Россию, иностранные инвесторы вернутся, чтобы остаться уже надолго. Павел Краснов, Виктор Сёмин, Кирилл Зотов, Екатерина Ировенко. Первый канал.